Всем доброго времени суток, с вами я Стат Бендер и сегодня мы поговорим о пропаганде в такой игре как Варфейс. Существует много видов пропаганды, мы не будем сегодня затрагивать пропаганду, которая требует от нас больше и больше донатить в этот Варфейс. Нет, сегодня темой нашего разговора будет скрытая пропаганда. Погнали! Я уже довольно долго играю в Варфейс и постепенно я начинаю замечать такие мелочи, которые сразу не бросаются в глаза и не кажутся такими очевидными и явными, но как говорится, дьявол кроется в деталях. Сегодня речь пойдет сугубо о ПВЕ режимах. Все же знают, как выглядит снайпер Блэквуд на ПВЕ. А теперь посмотрите, как выглядит снайпер войск Российской Федерации и как выглядит снайпер войск США. Не правда? Схоз, конечно, не самое очевидное, но оно есть. Просто я заметил такую тенденцию, что боты Блэквуд очень любят использовать российское оружие. Конечно, вы можете сказать, ну и что? Там же есть не только российское оружие. Да, я не спорю, но посмотрите, что же еще они используют. Например, ребята из Блэквуд еще используют вертолет К-50. Вот как он выглядит в Варфейс, а вот как он выглядит в реальной жизни. Сходство очень даже налицо. Или вот еще, например, на одной из ПВЕ миссий есть танк. Ну очень он уж похож на танк Т-90С. Или же все знают, как выглядит штурмовик Блэквуд. А теперь посмотрите, как выглядят солдаты российской армии. Да, конечно, перекрасили. Добавили еще кое-какие мелкие детали, но сходство очень даже велико. Ну, а сейчас давайте рассмотрим снаряжение, которое используют бойцы Варфейс. Например, вот вертолет для эвакуации Варфейс и военный вертолет США. Название его вы видите на экране, скажу вам честно, сходство очень даже велико. И это наталкивает на некоторые мысли. О них чуть позже. Также в одной из ПВЕ миссий нам встречается сгоревший броневик. И судя по расцветке, видно, что это броневик Варфейс. Вот посмотрите, как выглядит броневик США и как выглядит броневик Российской Федерации. Название точно я не скажу, но сходство вы сами видите очень даже велико с броневиком США. Не буду далеко ходить. В этой же ПВЕ миссии нам нужно сопроводить самоходку, как вы видите. Но очень она похожа на немецкую самоходку, название которой вы видите на экране. Ну и напоследок сейчас вам покажу самую такую сочненькую, что я заметил, вещицу. А сейчас взгляните на стандартную форму штурмовика Варфейс. И посмотрите на униформу армии США. Конечно, да, есть кое-какие различия. Кое-что изменили, чтобы не так уж сильно это бросалось в глаза. Но водство очень даже очевидно. Проанализировав все вышеизложенные факты, у меня сложилось такое мнение, то что бойцами Блэквуд является русскоязычное население, а бойцами Варфейс является армия НАТО и США. Конечно же возникает вопрос, а почему так? Но на этот вопрос я ответа дать не могу. Спасибо всем, кто досмотрели до этого момента. Если вам понравилось данное видео, то не ленитесь, поставьте ему лайкосик. Если вы еще не подписаны, то оформите подписочку на мой канал. С вами был я, Остав Бендер. Всем спасибо, всем пока-пока.